Этим мы занимаемся, господа, мы читаем людей. Если вы обманываете, изменяете или вводите в заблуждение, ваше лицо выдаст вас куда раньше, чем слова. Доброго дня всем патриотам Украины, а только шприхильникам здорового глузду. Ну что ж, я думаю, многие видели потрясающее, великолепное и непередаваемое явление величайшего руководителя всех времен и народов своим избирателям, своим подданным. Добрый день, я король. Посещение Хмельницкого превратилось в какой-то царский променад. Явление государя своему народу. Владимир Александрович, вы нам скажите, сколько вам нужно телохранителей, сколько вам нужно рядов их между вами и народом. Насколько я понимаю, вы очень боитесь его. Боитесь своих избирателей, граждан Украины. Я страшный человек. Да. Тиран-дедспорт, коварен-капризен, злопамятен. Сразу отвечу всем тем, кто будет кричать в комментариях. Он же президент, у него должна быть охрана. Да, у него должна быть охрана. У него должны быть свои машины и служба охраны. Но не превращать это в цирк, не превращать в кавалькаду. В одном из предыдущих роликов я показывал разницу между кортежами. Сейчас кортеж Зеленского больше похож на кортеж Путина. Я сейчас обращаюсь к гражданам Украины. Это за ваши деньги десятки машин в кортеже президента. За ваши деньги сотни телохранителей в службе охраны. Мы имеем право спросить, почему так много денег уходит на охрану. Украина не является такой богатой страной. Как всегда в конце ролика анализируйте, думайте. Не прощаюсь. Продолжение следует...